Всем привет! Сейчас коротко про стриженка, быстренько сниму и буду его кормить. Значит, тут у нас какашечка. Какашечка в норме, отличная. Какашечки нас такие очень радуют. Он тут закопался у нас в бумажечке. Закапывается постоянно в бумажечке. Сейчас он кричит, потому что он хочет кушать уже. Вот. Это его провоцирует. Провоцирует на то, чтобы искать палец с тараканом. Ну, короче, я вам его сейчас покажу. И после этого мы будем уже кормить стриженка. Покажу, как он вырос. Рука у меня абсолютно чистая. Я всегда смыла мои руки тщательно перед тем, как брать его на ручки. Говорят, что нужно брать в хлопковой перчатке, но извините, где я ее вам возьму, эту хлопковую перчатку. Я так понимаю, что главное, это чтобы никакого кожного жира не попадало на стриженка. Ну, в общем, я его... Я так часто руки не мыла никогда. То есть, все время, когда я беру стриженка, даже если я мыла руки за 5 минут до этого и к чему-то прикасалась, я их все равно очень тщательно вымываю. То, что он сейчас пытается между пальцев голову всунуть, это он привык, что там он под бумажки зарывается, и поэтому он тоже пытается спрятаться, видимо. Ну, вот видите, да? Какой уже большой вообще ребенок. Большой, да. Большие крылышки такие. Прелесть. И он смотрит вниз и хочет спуститься. Вот он раз, и сам и спустится. Клевается. И закапывается. Все, ребята, будем сейчас кормить. Спасибо большое тем, кто помог нам денежкой на тараканов с птенцом. Я вам уже сказала лично спасибо, но чтобы люди тоже знали, нам два человека помогли немножко. Вот. Будем докупать тараканов скоро. Завтра, получается, уже неделя, как мы купили тараканов, но я не считала тараканов и так, в принципе. Но получается, что у меня было мраморных 300 штук, 200 штук туркменских и 100 штук аргентинцев. 100 штук? По-моему, 100 штук аргентинцев. Ну, короче, так визуально, наверное, где-то две трети у нас закончились. Так что дня через три, нет, наверное, дня через два мне нужно будет уже делать заказ, чтобы тараканы пришли как-то в общем вовремя. Ну, и за фобосом, конечно, кормлю. За фобос тоже 5-6 штук в день я даю. Деточка заслушалась, дышит такой, лежит. Холёсий-холёсий. Всё, ребята. Так что, если что, если кто хочет помочь, реквизиты под видео. это не нам, это всё ребёнку на корм, на тараканов. Ещё хочу вам рассказать, многие просто не понимают, но, может быть, кто-то уже прочитал за это время, может быть, вопрос появился в голове, может быть, вы его уже ввели в поисковик и прочитали. Ну, как бы нам, людям в обычной жизни нас не волнует, правильно? В каком возрасте улетает стриж за гнезда? Меня, в принципе, это тоже не волновало, я понятия не имела. Так вот, оказывается, что стриж покидает гнездо на 42-й день, если всё отлично, если его там мать кормит каждый день. У стрижей есть такая особенность, что они могут до 10 дней, по-моему, оставаться без еды. Ну, мы это, конечно, проверять не собираемся. Наша цель — его отпустить как можно быстрее. То есть, на 10-й день, я так понимаю, старшонок уже может умереть. Но факт в том, что 10 дней он может прожить без еды. То есть, это, я не знаю, единственная или одна из немногих птиц, которая, ну, которую не нужно прям вот кормить ровно по часам. То есть, я могу отлучаться, я могу там через 3 часа его покормить, могу кормить его каждые полчаса по чуть-чуть, могу накормить его плотненько и 3 часа там не подходить. Ночью я его кормить не встаю. Ну, то есть, я его кормлю в 12 ночи, в 0000, и уже в 6 утра я тоже встаю и его кормлю. То есть, перерыв у нас ночью в 6 часов. Вот. И, ну, в общем, это, по-моему, по-моему, это отлично. Потому что, если вы посмотрели то видео из Зоокумлайф, там профессионалы, и там женщина рассказывала, что у нас в день 8 кормлений через каждые 2 часа. Если вы не хоть немножечко дружите с математикой, то вы понимаете, что 8 на 2 это 16, а в сутках 24 часа, значит, 8 часов, получается, птенец остаётся без еды. Ну, как бы мне не нравится, когда вот так вот говорят, не уточняют. Очень много там всё равно не уточнила она деталей. И, как бы, искала я после этого уже много чего в интернете. Ну, короче, вроде разобралась, птенец растёт, перья все на месте, какашки отличные, и, в общем, чего ещё желать, это просто счастье. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.